Мир всем! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Игнатий Тихонович, мир вам! Мир всем! 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 Постыдится Ари, слыша, что видевший сына, то есть познавший божество сына, познал отца, то есть божество отца. Да, постыдится и Савелий, который говорит, одно существо и одно лицо отца и сына. Ибо вот Господь различает ипостаси, и иное лицо показывает в отце, и иное в сыне. Ибо в словах, видевший меня, указывает на свое лицо, потом в словах, видел отца, на другое лицо. Если же бы он и отец был одно лицо, ничего такого он не сказал бы. Но на просьбу Филиппа, покажи нам отца, ответил бы, что у меня нет отца, но я есть отец и сын. И было бы крайне неразумно слышать, как сын говорит, иду к отцу моему, и я в отце. И многое тому подобное, и не понимать, что иное лицо сына и иное отца не сливать их. Посему-то Господь упрекает этого ученика, что он столько времени следует за ним, видел знамения и дела божества, но еще не познал его как Бога, чтобы через него познать и отца. Ныне же говорит из того, что ты желаешь видеть отца телесно, открывается, что ты не веруешь ни тому, что я Бог, ни тому, что он Бог. Вопросы. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 10 по 11 стихи. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Толкование. Сын в отце, так как является в его существе, и опять отец в существе сына, подобно как царь, является в образе своем и образ в царе. Ибо одни черты у образа и у царя, а что мое и отщее существо, одно это ясно. Ибо слова, которые говорю я, говорю не от себя, то есть говорю их не иначе, но как сказал бы отец, так и я говорю. Потому что я не имею у себя ничего особенного, отдельного от отца, но все общее, ибо одно существо, хотя лица разные. Но отцу принадлежат не только слава, о которой говорю я, но и дела, дела божественные. Если же дела божии, а отец и я бог, следовательно дела одного существа, так что если я делаю, отец делает, если отец делает, я делаю. Верьте, что я в отце, и отец во мне, то есть вам, которые слышите об отце и сыне, не следует искать никакого другого доказательства на их сродство по существу. Если же этого вам недостаточно для доказательства единосущей, единочестия и того, что отец является в моем существе, я в существе отца, то по крайней мере по делам верьте мне, ибо дела божии. Вопросы. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творил я, и он сотворит. И больше из них сотворит, потому что я к отцу моему иду. Если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю. Да прославится отец в сыне. Если чего попросите во имя мое, то сделаю. Толкование. Не говорит, я могу творить дела и больше сих, но, что гораздо удивительнее, могу и другим дать власть творить дела больше сих. Видишь ли, сколь велика сила единородного. Здесь показывает нам способ чудотворения. Всякий может творить чудеса через прошение и молитву и призывание его имени. Так и апостолы сказали хромому, во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Деяние 3.6. Посему не сказал, о чем не попросите, я умолю отца и сделает, но я сделаю, показывая собственную свою власть. Именем Господа нашего Иисуса Христа совершились чудеса. По чудесам веровали проповеди апостолов. Наконец, переходя к благопознанию, познавали отца, и таким образом он прославляется в сыне. Дважды говорит это для того, чтобы утвердить свое слово и показать, что он творит сам и не нуждается в сторонней силе. Хотя я и умру, но нисколько не явлюсь бессильным, напротив, и других облеку силой творить дела больше. И чего не пожелаете, дам вам. Итак, не падайте духом, из-за того, что смерть моя такая, на какую я вам указал. Вопросы? Есть. Нет, идем дальше. Евангелие отца. Нет, у меня есть вопросы. Вопросы у меня есть. Пожалуйста. Я себе не могу сказать, что я творю больше дел, которые творил Иисус Христос. Потому что написано, что истинно, истинно говорю вам. Верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сотворит. Потому что я к Отцу моему иду. То есть, как бы тут Господь Иисус говорит нам, что если, когда он уйдет, то и больше всех дел, которые он творил, его последователи, ученики должны будут сотворить. Я лично не могу о себе сказать, что я творю больше дел Христа. Может ли кто-то сказать, как вот кто-то творит дел больше самого Христа? Потому что тут написано, что мы будем творить их. И как, если кто не творит, как вот творите дела больше тех, которые написаны в Евангелиях? Вопрос закончен. Игнать Тихонович, ответьте, пожалуйста. Ну, как написано, так оно и есть. Не сказано, что каждый будет творить. Кто имеет дар этот, он может делать, а дара не имеет. Надо понимать, что вера, она имеет разная степень. Первая вера, которая спасает. Я верю, что за меня умер Господь. И я прошу его простить мне. То есть он взял грех мира. Когда я его признаю, то мой грех взял. Но я не могу даже вот этот телефон свой сдвинуть с места веры. А это другое чудодейственное вера, когда может и горами двигать. Но здесь говорится не об этих чудесах. Главное чудо спасения. Из всех чудес самое большое, то, что он меня принял и искупил. Открыл вечность. Омыл крови своей причистой. Петр шел, и тень его исцеляла людей. Тень. Если днем, она под тебя подстилается, тень. Вертикально находится в зените. А у Христа этого нигде мы не встречаем. Нужно было прикоснуться хотя бы к краю Ризы его. А здесь не надо. Тень. А тень вечером, а приносили вечером как раз. Она тень может идти на тебя на 10, на 20 метров. Да это же, сколько же людей-то исцелялось. На кого падала тень. Видишь как. А больше это, конечно, больше. Или возьмем такое. Господь проповедовал. И кто слышал его? Слышали те, которые стояли рядом. На 100 метров больше он не кричал. На 100 метров ты уже слова не разберешь. А сегодня ты вышел, говоришь, да записал, да в другом конце. Из Израиля нам сейчас говоришь. Это больше? Да невероятно больше. Так вот апостолы, если приходили, они поговорили, ушли. Ушли, кто что запомнил? Да мы 10 раз повторяем и тут же забываем, где ключ положил. Значит, речь идет о чем-то большем. А это больше означает, мы сегодня приходим, благовествуем и закрепляем. И закрепляем так, что даем священное писание, да еще и растолковали, как святые отцы. Это мы можем пройти, вот одна деревня большая была, и мы, ладно, какая большая, тысяча человек. И мы раздали 450 новых заветов с псалтырью. А они могли это, но если приняли они с верой людям, представьте, какая евангелизация идет. Сколько людей уверуют, сохранят, посмотрят. Они учебники имеют. Тогда ничего этого не было. Они приходили и уходили, и ни одной буквы не оставляли. Это просто как вот в дороге остановился, а куда мне проехать? У милиционера спросил. А когда тебе карта в руках, да, описано подробно все, тогда другое дело. Вот в этом плане мы можем сказать. Господь так сделал, чтобы никто не отчаивался, даже более меня. Вот мы считаем житие святых Ирина, там где на 4 век. И через нее обратилось 150 тысяч человек. Но во время Христа от Христа обращались только. Они тогда, сколько было, как Павел говорит, один Лука остался со мною. Димас возлюбил нынешний век. И Господь, остались 12, не хотите ли вы уйти, никого не держит за руку. 12, да один еще Иуда будет, еще предаст его. Вот в этом плане мы легко можем увидеть, что действительно слова эти исполняются. И все, отошел. Спасибо, Христос. Слава Иисусу. Евангелие Таана, 14 глава, с 15 по 17 стихи. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя. Да прибудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Толкование. Слыша, что будут им оставлены, они, естественно, могли опечалиться и смутиться душами. Он говорит, любовь ко мне состоит не в том, чтобы печалиться и смущаться, но повиноваться моим словам. Я дал вам заповедь не бояться убивающих тела. Морфея 10, 28. Если вы любите меня, то соблюдите ее и уже не скорбите из-за моей смерти. Ибо я попрошу, то есть умолю Отца, и Он пошлет вам иного утешителя, иного, но такого же, как меня. Да постыдится сих слов Савелий, который говорит, что одно лицо Отца и Сына и Святого Духа. Ибо вот, слушай, пошлет иного утешителя, значит, лицо Духа иное. Да постыдится и Македоний, который говорит, что Дух иного существа и ниже Сына. Ибо, слушай, и Дух есть утешитель, подобно как и Сын. Итак, Дух есть утешитель, подобно как и Сын. Итак, Дух, единосущный Сыну, без сомнения, единосущный Отцу. Ибо Отец и Сын одного и того же существа. Не удивляйся, если Он говорит, я умолю Отца. Ибо Он не просит, как раб, но для того, чтобы уверить учеников, что с Ним непременно придет Дух утешитель, не сходит к ним и говорит, я умолю Отца. Ибо если бы Он сказал, я пошлю, то они не столько поверили бы, а теперь, чтобы сделать свое слово достовернее, говорит, я умолю Отца. То есть, если будет нужно и просить, и молить, то я всячески постараюсь о том, чтобы Дух пришел к вам. Это подобно тому, как и мы, хотя часто дело не требует большого старания, однако же мы говорим... Однако же мы говорим таким образом, желая показать, что не откажемся от старания. Иначе, так как Господь за нас Сам себя принес в жертву Отцу, умилостивив Его своей смертью, как первосвященник, и затем по истреблении греха и прекращении вражды, пришел к нам Дух. Посему-то Он говорит, я умолю Отца и даст вам утешителя. То есть, я умилостивлю за вас Отца и примирю Его с вами враждебными Ему по причине греха. И Он, умилостивленный моей смертью за вас и примиренный с вами, пошлет вам Духа. Да пребудет с вами вовек, сказал это также, в утешение их, «Пришествие Его не таково, как Мое, оно не на время только, но продолжится до века. Он не оставит вас и по смерти вашей, но примудет с вами и прославит вас. Он же и со всеми святыми всегда пребывает даже и по смерти их, тем более, что они тогда еще более возвышаются над плотскими страстями». «Дух истины, говорит, то есть Дух не Ветхого Завета, ибо Он образ и тень, а Нового, который есть истина. Имели Духа и те, кои жили под законом, но имели в образе и тенях, а ныне, можно сказать, истина сама существенно снизошла к ученикам. «А чтобы не подумали, что и Дух, подобно Ему, воплотится, говорит, что мир не может принять его». Он говорит, «Будет учить вас не так, как Я, ибо мир не может принять его телесно. Он будет обитать в самых душах ваших. Иначе не может принять его мир, то есть люди порочные и мудрствующие мирское, потому что не видят его, то есть потому что существо его необъятно. Ибо под видением, разумея, здесь созерцание умом, почему и прибавил, и не знает его». Очевидно, словом «не видит» он выразил то, что не знает. «Итак он утешает апостолов, когда говорит, что мир не может принять его, а вам подастся этот превосходный дар, и прибудет с вами, что еще более прибудет в вас». Ибо словом «с вами» указывает на внешнюю помощь от близости, а в вас на внутреннее обитание и укрепление. Это же показывает, что он есть Бог, ибо Бог говорит, «Вселюся в вас и буду ходить». Левитам 26, 12. «Итак мир не может принять духа, потому что не знает его, а вы знаете его. Почему? Потому что вы не от мира, потому что вы, потому-то вы и способны принять его. И он ныне пребывает с вами, и всегда будет в вас». Вопросы? У меня вопрос. Вопрос такой. Если, вот тут написано как бы обещание, что Дух Святой будет пребывать с верующими во имя Иисуса Христа. А если такое есть обещание, что утешители будут пребывать с учениками Христовыми, а если люди, которые верят во Христа, ну как бы у них такая вера, в православии сегодня очень много такого, как бы номинально верят, как бы формально вроде церкви принадлежат, а по заповедям Божьим не живут, то есть как бы не живут со Христом. То есть вопрос в том, что есть обещание, что утешители будут пребывать с нами вовек, а если люди с Духом Святым, с утешителем не пребывают, то есть не ищут Божественного присутствия, будет ли Дух Святой утешить или пребывать с такими людьми? Пора закончен. Игнать Тихонович, отвечайте. Ну ответ, 8 глава, 9 стих, послание к римлянам. Прочитайте. Что, не найдете? Но если вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, то ты не Его. Вот и все, весь ответ. Это то самое страшное, о чем говорил Серафим Саровский, о стяжании Духа Святого. Это наивысшее. Дух придет и научит. Он тогда даст знания, и ты будешь спасаться, следуя за Его стопами, где Он прошел. Где Он прошел, там капли Его крови на земле, так понимают. Значит, нужно искать. Он говорит, «Вы храм Бога живого, вселюсь в них и буду обитать. И мы так и молим, царю небесный утешителю, души истины, и живи с детства и вся исполняя. Сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись, овны, в нас, и очистины от всяких скверных, спаси блажи души наши». Здесь все сказано. Мы Его призываем, мы Его умоляем, мы признаем Его владычество. Все окружающее нас пропитано Его благодатью, Его милосердием, долготерпением. Поэтому православным легче. И когда помазывает священник, дар Духа Святого, печать дара Духа Святого. Он и руки, и ноги, и все везде запечатлевает. Что-то еще мазали, не знаю я, но что-то у нас, наверное, сегодня не мажут там. Ничего тут особенного не было. Это житие святого Конана, считаем. Он крестил персиянку. Я не знаю, как у них там красивые они, там вот украинки красивые, это полячки. Не сравнишь там с толстыми губами негритянка. Она по-своему красивая, но... А вот он хороший, видите, и возгорелся, так возгорелся огнем, что положил кисточку и пошел, может быть, заплакал даже. Не смог, потому что в нем возбудилось такое чувство. Что же он мазал-то? Вопрос состоит. Имя во время помазания. Значит, что-то такое, что прямо напоминало о чем-то другом. И там вернул, его нашел дорогой архангел и вернул его. И вот поэтому институт деканис, он нужен был для этого. Что нужно помогать при крещении, при помазании. Женщине это прилично. Ну, как, допустим, в полное погружение, а раздевались, ничего на человеке не было. Вот у меня знакомый тут еврей, отец Наум Израилевич. Я все ему вроде объяснил-то. А не сказал, сколько под водой быть. А тут прямо почти, ну, выше бровка, может быть, сантиметров 10 вокруг купели-то. А ничего нет. А рядом до самого потолка ширма. Священник руку просунул под ширму-то, его за голову. Во имя отца. А он молодой, крепкий, здоровый. А он, во имя отца, прозрачный водоем-то, ну, купель-то. Он сел его, ну, выше его, может быть, там, сантиметров 30 воды. Руками обхватил колени, согнутые, как в утробе матери-то. И сидит, я стою рядом, я ему говорю, а он не слышит под водой. Он только головой-то сюда, священник, руку уже держит. Он его по голове раз внец, и сын. А он опять ушел, и опять нет моего Наума. Вот так. Значит, мы, ну, видим, как это, что это необходимо было. И поэтому стяжание Духа Святого это самый таинственный вопрос. Если нету, значит, ничего и нету. Ну, он так вот просто ходит, формально отмечается, и он ничему не удивляется, Писание не знает, искренней молитвы нету. А ты вспомни, когда на молитве последний раз плакал о погибающей душе, не о том, что тебя обидели, и обозвали, отняли, жена ушла, или муж, она плачет. А вот то, что душа пала. Вот на меня нападают, они там, сейчас вот там, если опять они вернулись, а там, разговариваются, ну, это никакой роли, это не играет. Где-то плененный ИГИЛ взял, они сидят, им голову режут, а у нас-то чего? Ну, они там говорят, да не вмини им, Господи, они не знают, что творят, не знают, там, обзываются, придумывают, разные слова, вот, Лапкин, Лапка, Лапковщина, вот, ну, как один тут, зарубежная церковь, православная-то, и он сильно не хотел, чтобы объединялись, так, когда был митрополит Лавр, так он букву переставляет, врал, врал, ну, ребёнок маленький, у нас было, если Василий, то были, говорили мы, Вася, Караси, Пузо порвалась, вот, у нас Мельчаков Иван был, Амельчак, Спечки, Бряк, вот, это и точно так же, священник, и всё, как в народе говорят, дурью маются, у них ничего нету, что они спросили, они не знают, они православие не нюхали, а он горлопанит, и всё, благодать Духа-то ему разве не открыло бы, что это так или не так, а он не знает, он понятия не имеет, никакой связи с Богом-то нет, он богохульствует, он прямо богохульствует, ну, всё, так Бог допустил, допустил, ты, говорит, иди к Параону, а Господь поможет, и не поможет, он говорит, иди, а я же сточу его, он сидит, лежит, Параон, он согласен, надо отпустить Израиля, он говорит, хорошие люди, хорошо евреи работали, только увидел евреев, говорит, не видит, говорит, человек, мрёт, а увидит, и с души прёт, и вот он так, ты иди, а я же сточу сердце, ну, вот ведь как, дело-то обстоит-то, и поэтому тут уж и не знаешь, как, то есть, ясно дело, аж сточу через кого-то, может кто-то, что-то, наговорит там, или как, а когда в Духе Святом, человек всё понимает, мы, нам не требуется, похвальное там, письма, вы, открытое наше письмо, открытое, а эти люди нападают-то, я их знаю, ну, лично не встречался, у них нет ничего, они, железобетонные, говорят, лбы медные, сердца там, железные, Библия говорит, жилы железные, они не понимают ничего, что он говорит, завтра, а я не знал, ну, ты-то, я говорю, не знал, священник говорит, а я не знал, я согласен, ты не мог знать этого, жестокосердный, но ты молишься, простираешь руки в алтаре, кому же ты простираешь, что у тебя связи с Богом нет, нет, вот у нас батюшка, отец таким, он прозрительный, он так не согласен, может быть, человек приедет только, еще не жил, ничего там, сапоги не снял, а батюшка идет, я спросил, говорю, а что за человек, не знаю, но он очень нехороший, да как он нехороший, он подполковник милиции, нехороший, а почему, не знаю, он нехороший, и дальше проявится, какие он будет жалобы писать, в органы, на всех жителей Потеряевки, ну, и инсульт ему и помер, вот так и Дух Святой, если он тебя касается, тебе открыты эти тайны, тайны Бог открывает, или еще нигде не скажешь, а что я там, я не знаю, я рассказывал, когда человек один был, признан, что никогда не лгал, а тебе так трудно жить, не лгать, и барин его любила, а барин его, почему терпеть не мог, что он близкий к его жене, к боярине, ну, в том смысле, что выполняет там все, он управляющий, она говорит, есть люди, которые не врут, и ты знаешь, он ее жену спрашивает, да кого-то у нас там, парфене-то, да ладно, сегодня он соврет, но она ничего не сказала, он поехал на охоту, собак вывели, лошадей оседлали, и он только садится и говорит, иди скажи барине, я уехал на охоту, вернусь через три дня, вот и все, он пошел, заходит барине и говорит, еще говорит, не знает, а он коней говорит, распорягайте, никуда не поедем сегодня, поздновато уже, и они уже расседлали коней, он заходит тогда, он что-то там ей еще наговаривает, там где-то надо купить, она распоряжалась, он редко дома бывал, ну и как, не получилось, она говорит, что, ну, солгал он, нет, как нет, разве он не сказал, что я уехал-то, нет, так я же сказал, на конюшню драть его, крепостное право, она говорит, ты подожди, Арсений, ты спроси его, что он мне сказал, он говорит, я сказал барине, барин велел сказать, что уехал на охоту на три дня, но когда я уходил, он говорит, стоял на крыльцах, и одна нога у него была в стремени, стремена у него, куда она становится-то, а вторую ногу, говорит, он только начал поднимать, он так и ахнул, столько лет у них этот управляющий, ни копейки не потерялось, и такая точность, действительно, так все и было, мы даже, говорить, то, что знаешь, скажи, я этого не знаю, неизвестно это, я нередко отвечаю на такие вопросы, библейские, нигде про это нет, а остальное я расскажу, как считается, как что-то, нигде нет, на то, чтобы мощи таскали, рубили, кромсали, фаршировали, нигде, Бог живой, и кто обращается, должен быть живым, исполненным благодатью Духа Святого, только тогда вместе, а так, вы взывали ко мне, а я не отвечал, почему, Бог говорит, я когда взывал, вы не отвечали, и будете вы взывать, я вам не отвечу, вы сделали жестокосердные, как львы, и таким я для вас буду, вы свирепые, как медведи, и я для вас медведем буду, вот как, поэтому, связь с Богом, через Духа Святого, это побудительная причина, к тому, чтобы ждать смерть, каждый день, каждый час, поэтому, вот они там, поносят, говорят, да что из этого, ничего, Давыд, когда отступал, его Авесолом изгнал, сын его, а, там идет, говорит, Сема, сын Геры, по Ау, боку горы, по холму, и кричит, уходи, уходи, кровопивец, правильно, что от тебя Бог отнял, ты захватил, Саулова царство, ну, Авеса говорит, царь, позволь, я с него голову сниму, вот так, он говорит, не надо, сын родной его стал, что из этих спрашивать, он поносит, ну, Господь да примет это, за то, что я ничего не сделал, Господь мне, может быть, какой-то грех отпустит, видишь, как смиренно, он сказал, ну, такое у них не встречишь, обычно, там, Сталин, Ленин, Нерон, за одно слово только, сразу лишали жизни, а ты под благословением Божьим, крепко веруй в это, прежде, чем сказать, помолись, намолите, подожди, а на этих смотри, как на несчастных людей, они не знают, что худо творят, они не понимают, у нас сила есть в Слове Божьем, в обращении ко Христу, все. Спася Христу вас. Слава Христу. Евангелие Таана, 14 глава, с 18 по 20 стихи. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас. Толкование. Так как в начале речи назвал их детьми, то теперь прилично говорит, не оставлю вас сиротами. Чтобы они не подумали, будто он по-прежнему им и всем явится с телом, говорит, мир уже не увидит меня. Вы только одни увидите меня по воскресенье, ибо я живу, хотя и приму смерть, но я воскресну. и вы будете жить, то есть увидевши меня возрадуетесь, и как бы после смерти оживете от моего явления. Или и так, как моя смерть послужила к жизни, так и вы, хотя умрете, оживете. И так, не скорбите ни обо мне умирающим, ни сами о себе, ибо если и умрете, оживете в будущую жизнь. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, то есть когда я воскресну, тогда вы узнаете, что я не отделен от отца, но имею одну и ту же силу. И вы во мне, то есть хранимы мною, и я в вас, то есть я с вами, избавлю вас от скорбей, совершаю, через вас чудеса, вообще прославляю вас через все и иначе. Я в вас, как глава в членах, ибо апостолы члены Христовы, 1 Коринфянам 3 23 и вы во мне, как члены в главе, когда он воскрес, тогда он уяснил им познание обо всем этом, ибо по воскресенье благодать духа научила их всему. Отец послал сына в том смысле, что он, будучи бестелесен, воплотился, родившись от девы. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 14 глава с 21 по 22 стихи. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцем моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда неискариот говорит ему Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Толкование. Любит его не тот, кто печалится о смерти его, каковую печаль они испытывают, но тот, кто соблюдает его заповеди и завещание о том, чтобы не привязываться к настоящей жизни. Но за Бога и добро полагать жизнь. Он говорит им как бы так, вы думаете, что из любви скорбите о моей смерти, а я напротив признак любви поставлю в том, чтобы вы не скорбели. Итак, кто любит меня, тот имеет заповеди мои и не только имеет, но и соблюдает их, чтобы не пришел вор дьявол и не похитил это сокровище, ибо нужна тщательная осторожность, чтобы не потерять их. Какую же награду получит тот, кто любит меня? Он возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Для чего это сказал явлюсь ему сам? Так по воскресенье он имел явиться им в теле боговидном, то, чтобы не приняли его за духа и призрак, он и предсказывает им об этом, дабы увидев его тогда, и не оставались в неверии, но вспомнили, что он предсказывал это, и что он является им за соблюдение заповеди его, дабы и всегда старались соблюдать он, и чтобы и он всегда являлся им. Тайна воскресенья велика, и с трудом бы они приняли ее, посему он приготовляет их, говоря, что явится им сам. Ибо по воскресенье он и вкушал для того, чтобы не почили его за призрак, какова мысль была теперь и у Иуды. Упоминаемый ныне Иуда подумал, что как мертвых мы видим во сне, так и он явится им, посему и говорит, Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру? Говорит это от сильного изумления и ужаса, говорит, как бы так, увы, ты умираешь и хочешь явиться нам во сне, как и мертвые являются, ибо что это слова испуганного и встревоженного? Вопросы? Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 и 24 стихи. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим, не любящий меня не соблюдает слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца. Толкование. Ибо я и отец вместе придем к тому, кто хранит слова мои. Не во сне явлюсь я вам, но так, как я приду с отцом, то как прилично явиться отцу, таково же будет и мое явление к вам. Слова обитель у него сотворим, так же не спровергают мнение Иуды. Сны непродолжительны, а я явлюсь и пребуду с отцом, посему посещение мое не походит на сон. Посему кто не соблюдает слов сына, то есть отца тот не любит, как сына, так и отца. Итак, вы, ученики, соблюдаете слова мои, ибо этим вы докажете любовь ко мне и к отцу. Иные говорят, что вопрос, почему ты хочешь явиться нам, а не миру? ученик Иуда предложил не из страха, а из любви к людям. Он желал, чтобы польза от явления была не одним только ученикам, но и всему миру. А Спаситель показывает, что таких благ удостаиваются не все, но только те, кои соблюдают заповеди его, соделаются достойными явлений его и любви отчей. Ибо в том, кто соблюдает заповеди, пребывает Бог и Отец. Но не так же, как и в Сыне, ибо в Сыне Он пребывает естественно, а в человеке нравственно. Вопросы? Мир вам, братья отец. А их и вопрос. Вот то, что сейчас прочитали, значит, чтобы получается нравственно, последние слова, пребывает в нас нравственно. А как вот говорят, что мы члены Христовы, то есть мы причащаемся как бы тело и крови, хвала ему, Господу нашему. Вот, а говорят нравственно, как это понимать? Игнать Тихонич, Петя. надо спрашивать, может, так, подожди, надо спрашивать, надо спрашивать, кто-то желает сказать, ответить-то. Пускай дают сигнал, а то как-то и неудобно уже мне. кто-то может хочет сказать. Кто желает ответить? Нет желающих. Или по одного доски вызывать, по одному тогда, по порядку. Да отвечайте Игнать Тихонич. Ну, нравственно, если понимать по-нашему, означает так, человек живет чисто. Нравственно, имеем в виду, ни в чем он не запятнан, внимательный к нуждам других, и все. И вот в таком виде мы принимаем. А иначе написано в злую душу, грязную, премудрость не войдет, злохуждую, там по-славянски написано. Он избирает дом чистый, выщищает. А когда бывает так, что человек ничем не занимается божественным, не дает места Богу, а только эгоистически для себя все направляет, тогда Дух Божий покидает. А дьявол был издан, какие там бесы-то. Они ходят по пустынным местам, ну и берет он всем злейших-то их. Бывает хуже первого. То есть Богу видно наше сердце занято или нет. «Господь сеет там, где вспахано, где почва готова принять из семени». Вот а нравственность. А нравственность это и в духовное понятие, и телесное. Везде отображается. Человек бережет себя, это для Бога, я его сосуд. и человек прислушивается к биению сердца своего. Бывает другому говорит, ему кол на голове тиши, он еще не слышит. Буря, землетрясения, скалы разрывают, а Бога там нету. А бывает так, тихое веяние ветра, и там Бог. Вот это и понимай. если понимать так, как вот переводчики сделали из греческого языка нравственность, я не знаю, может быть другие толкования есть. А я считаю, согласно всего текста, живущее нравственно, чисто, и мы его воспринимаем. То есть душа наша приготовлена, комната убрана, господин заходит. Вот так. Спаси Христос. Еще вот по поводу последнего тоже сказано вот феофилак там, что тот, кто соблюдает заповеди, только тот любит. А вот интересно, можно ли понимать, ну скорее всего, мне кажется, можно, что тот, кто не любит, тот и не соблюдает. То есть тот, кто полюбит, тот только и будет соблюдать. То есть если не соблюдаешь, значит нет любви, и надо ее просить Богом, молить. Хвала ему. Видите, нравственность, она дается всем. Почему Иоанн Златоусый говорит, что совесть первичнее Евангелие? Потому что еще не написал Адам, а это учитывая, что до Рождества Христова 5508 лет от Адама, но до Ноева потопа от Адама 1656, а как там передавали? Значит, Дух Святой научало, поступали, закона не было, а они же не на каждом шагу убивали-то. И смотри, ему какая трясовица была дана Каину, кто бы не встретился, чтобы не убил, он дрожал. Вот это знамение, которое Бог на него наложил. народы, мы знаем, вот даже, которые у нас среднеазиатские, здесь, насколько они добрые бывают, внимательные. Вот интересно, у меня на ролике заходят мусульмане, и ни одного, я скажу, сколько там, это, шесть лет у нас открытый уже видеоканал, и заходят, я мусульман, я, но мне очень нравится, вот как вы говорите, как делаете, а свои русские, там, матерками, гадостями всякими, вот и возьми, язычники, вперед вас, и царство небесное. То есть, такие вот они и есть, потому что они занимаются, не зная всей истины, а вот с детства приучают, у них такой менталитет, как говорят, особенно развито почитание старшим, прямо приучают их старики, аксакалы, совет аксакалов сидят, а у нас старый никому не нужен, его затолкут, и все, а уж как хранят они женщин, да как одевают, да, что смеяться-то, у нас не с чем сравнивать, с нами, вот у наших, а тут бы еще можно сказать, а так-то в церквах и везде, там ничего нету, так, шатание языческое, это скорбь и печаль, и между собой я нигде не встречал, чтобы мусульмане там по Корану там лаялись, как у нас здесь, вот на меня со всех сторон насаждаются, но мне так и положено, по чину, по возрасту, вреда нет, я испытанный, переношу, а они на мне задействованы, а то время, другое, он уже не попадает к ним, но они еще там в бешенство приходят, ну, гадят там и все, но им же придется и зализовать, придет время, мы должны как-то смотреть маленько дальше вперед, поэтому даже не считающий Евангелие человек, ни разу, не видевший его, и он живет нравственно, не имея закона, они сами в себе закон, Павел говорит, совесть их то судит, то оправдывает, а это могут быть какие-нибудь там полудикие австралийские племена или инки, или хеты, когда были такие, и тогда в эту душу премудрость входит, он сразу принимает, я чувствовал, что что-то есть, и теперь ему это открыто, а так, может, Евангелие день, но считать, Евангелие и нравственность не совмещаются, да, он знает, да, выходит, и живет безнравственно, он знает, это работа его, деньги ему платят за это, так что тут нужно быть очень осторожным, от кого это, а как вы считаете, от кого, ну, там, баптисты, кто-то, от Бога, от Бога, что, ну, они признают, его Господом, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым, Дух Святой определяет, ему на сердце ложится, он услышал, а к церкви нигде не прописан, не пристал, и, может быть, уехал, дальше ничего не знает, такая ситуация-то вполне можно, ее даже разыгрывать не надо, оно есть, раз признает Господа Иисуса Христа, вот, данный этот шаг признания от Духа Святого, а он на себя 50-ник, там, харизмат, не имеет значения, а дальше, дальше, надо примыкать к церкви, чтобы было священство, и была благодать спасающая, освящающая, как говорит Пеофан Затворник, вот так, отошел. еще вопросов, если вопросов нет, то я задам тут одному, Игнатов Сергея, не вижу, здесь он или нет? нету. Нету. нету его, ну, ладно, раз нету, выйдем, то другое. Мне нужно узнать, когда он думает приехать, он сказал, все, он был, любил туристические походы, везде ходить, у него с собой все было, и когда на еще он побыл здесь, я по его, поупрекал, обличал, и он все сознался, и говорит, больше никогда не буду, и только в Потеряевку буду ездить, но Потеряевку-то, конечно, так мне нужно, чтобы он сказал, когда, у меня тут кое-кто собирается с Украины, чтобы мне их соединить, когда не одни там, а еще едут с мужчиной, то вообще это лучше намного. Он мне говорил, в конце мая он собирается. Говорил, вот я как раз о вас и забочу сейчас. Вот так, у нас тут люди есть такие, я не вижу, Анастасия, там Ривка бывшая, тоже, считай, нет ее давно. Она экзамены, что ли, может, дает там. Надо как-то разузнать, почему ее нету так давно. Ну, все. Вопрос к Сергею Павловичу. Слушаю. Это Роман Фройков. Сергей Павлович, вот вы постились, получается, с Василием, когда вот Василий у вас был, и на работу ездили, и вы совсем не вкушали, получается, в эти дни. Правильно я понимаю? Ну, были такие, да, дни? Ну, не весь пост, конечно, какие положено, там, в начале поста, то, в конце поста. А вот когда говорили, что вот Василию надо поститься, чтобы вот, там, род сей изгнать, там вот, и из тебя, и из меня, там, в общем, чтобы не лениться, это вот вы в эти дни, совсем не вкушали? Да. Да. И в это время вы еще ездили на работу, получается, работали? Да. А вот, можно будет как-то вот от Вас услышать, ну, может быть, не сейчас, а потом, как-нибудь, какие-то трудности, может быть, у Вас были, ну, как Вы преодолевали их, там, ну, естественно, на молитвы, да? Конечно. Потому что, вот, у меня сейчас такое положение, я сейчас пытаюсь тоже, вот, держу такой пост, что не вкушаю, и, вот, как-то вот идет такое, ну, искушение, так как говорят, что вот, и там различные, понятно. Ладно. Я еще сам тоже еще, вот, у меня сейчас, например, голова мне хуже соображает иногда, а иногда раз так, как будто просветление какие-то. Вот, так вот. Вот, хотелось бы тоже, вот, Вас услышать, как у Вас было. Как? В первый раз, когда вот я три дня не пил, не ел, у меня была, твердая вера и желание, чтобы сын мой исцелился от шизофрении. Я, я поверил, что это у него не шизофрения, а беснование, то есть, бес вошел, он сам себя не понимал, что творит. Вот, и господь, видя мою веру, исцелил сына, и дальше, а у вас Василием не получилось, то ли у меня веры в него не было, что он исправится, то ли у него веры не было. Ученики тоже пытались изгнать бесов, а потом упрекали, и господь говорит, то род неверный, доколе буду терпеть вас, и вот, то ли у меня веры не хватало, то ли у Василия веры в это не хватало, но я разговаривал с ним, его это состояние вполне устраивает сонно, и поэтому я сколько раз ему говорил, если ты сам не захочешь, то никто, ни я, ни Бог тебе не поможет. Вот, то есть, тут так же, как вот проблески были, это от веры, у каждого вера, разная, поэтому где-то этой веры хватает, а где-то не хватает. Вот и все. По вере вашей да будет вам, так Господь учил. А ну, а насчет поста, сейчас как бы считается 40 дней, это пасхальное, это вот это вот нежелательное, я бы не советовал вам поститься в данные дни. Есть в православной церкви определенные дни, но если уж там сильно приспичило, то тогда, конечно, там какой-то бес мучает, тогда да, а так, я тоже, когда вот как-то в одно время захотелось мне прям в воскресенье изгнать там из себя какое-то это вот. Нет, вот говорит, наступит понедельник, тогда вот и давай. Ну, я смирился, и да, действительно так вот. Среда, пятница есть, пожалуйста, не вкушайте в эти дни. А воскресенье не надо поститься. В субботу. еще вопросы? У меня вопрос к Игнатию Тихоновичу. Игнатий Тихонович, я слышал такое о вас, ну, не помню от вас, где-то слышал ли в роликах, это правда, что у вас есть такое желание умереть мученической смертью. Быть мучеником за Христа. Вопрос закончен. Что на это сказать? Одно дело желание, другое как Богу угодно. Я просился, чтобы писал Путину, чтобы открыли мне дорогу в ИГИЛ. Главное, через Турцию проехать, коридор. Уже по-арабски тут писали, разговаривались, помогали. У меня уже целая программа была для умиротворения. Это одно. А потом, когда я ездил в поездку, ну, тоже вот эти слова, дескать, вы-то едете, вам все равно уже вы-понятно. Ну, которые знают, они знают, с первой минуты уже почти что-то. Это у меня стремление, ну, и стремление, а как желание, или что сказать. Но этих-то с собой берете-то, шофер там, от Виктора Николаевича. Ну, этих-то зачем? Зачем? Это же, ну, едете-то прям на смерть едете-то. Ну, разве это можно? Ну, я никуда не не напрашиваюсь. Ну, когда мы поехали дальше-то, особенно в Чечню не ездите. А мы в Чечне, это были, и там нас как принимали. Виктор Николаевич вышел и там спросил про счет, как проехать в библиотеки. Молодые ребята, они так ласково отвечали, как будто бы они нас давно знают. А там библиотекарь встретили, фотографируются, но особенно, когда уже мы там прошли Азербайджан, да, и пошли по Турции, с той стороны Черного моря. Ну, а дальше, то есть, там дорога еще мы встречались где-то, и к нам везде они относились очень хорошо. В одном месте мы были, собаку вывел я, ну, привязал тут, как бы, стоят такие столбушки-то рядом, и обедаем. А рядом, то ли мойка у них, машины, что-то много мужчин, они всю ночь туда-сюда, там, и видно, что они друг друга знают. Это, это было-то где-то, вот мы ехали около Моздока, или я не знаю, сейчас где-то, вот. Я глаза там скинул, когда мы уже сели ужинать-то, а собака залаяла, прям передо мной она стоит, ну, метров, может, 8-10 от меня, а мужчина уже к ней прямо подошел, рядом с нами-то, стоит с ружьем. Я так и ахнул, я как бросился тогда, как говорится, как котенка закрыть с собой-то, но он не стал ничего хамить, и какое-то там ружье-то было, я не знаю, может быть, какое-то воздушное. Ну, напугался я, потерять не свою собаку, ураган. Ну, и мы так через шторку-то смотрели, машины-то ночевали-то. Ну, они видят, мы, видимо, такие. Я, это на территории России, где-то там, я не знаю, что здесь, но не в Дагестане. И тоже можно было и умереть, и что угодно, что они смогли с нами. Как-то об этом не думаешь, но если это требуется, то вот я, Господи, как Тебе угодно. То есть, я не рвусь на это, нет, но все время к этому готовлюсь. Вот я сейчас говорю, а ведь, когда советская совласть была, то нас брали, у меня и руки все выкручены. Как меня пытали, какие на меня там по пол-литре или две литры там этого раствора загоняли через свои эти приборы. Я это знаю, когда у тебя смерть за плечами стоит. Но я не желал этого, но только все время, как, не напрашивался, вот как сказать. Не напрашивался, а все время молился, Господи, если Ты допустишь, помоги перенести, лезть тебе не надо, церковь это не одобряет. А было так, что первые христиане, они прям сами приходили и говорили, на себя заявляли, и их казнили. И во время Адриана, этого императора было, он построил там, как доминая печь, разжигли их и написал, христиане, печь открыта, лезьте в нее, нам надоело вас искать. И некоторые приходили, его дочь туда бросилась, прямо в печь бросилась, Дроссида звать. Вот это церковь запретила потом. Гонят в одном городе, бегите в другой. То есть благоразумно надо вот так рвать, а я хочу. Ну, вот разговор только один. А если начнут мучить, там, на колу насаживать, рубить пальцы, и все, а выдержишь, были некоторые, которые вот так хотели, прямо на себя заявили, а когда начали мучить, они не выдержали, отреклись. И церковь это очень сильно осуждает. Это я внутренне, ну, вот такие вопросы задают, я отвечаю, это, конечно, это здорово, но не просто так хочу, а чтобы палача, засвидетельствовать, рассказать, что-то оставить. Ну, вот так, Евгений. Спаси Христос. Слава Господу. А это чем больше ты готовишься, от всего отрекаешься перед Богом-то, и думаешь, туда никто не идет, боятся. Если Господи угодно, пошли меня, но заранее прошу, укрепи. Я такой немощный. Ну, укрепи. Вот. Я вот, когда меня судили, я вернулся уже, освободился, и люди-то остались, все какие были на суде-то, там меня встречали, как, людей было много, баптисты, там, 50-ники, из разных республик прилетали, и даже из Киргизии были. Ну, суд-то идет, я один, меня заводили в зал суда 12 краснопогодников. Очень опасный я человек, и молву распускали, что у меня нашли в 46-й школе, что ли, радиостанцию, там, в подвале, я связан с японской разведкой. Прямо распускали такую молву. Я не был знаком с японской разведкой, ну, еще могу сказать. А жена услышала, там, и пошла, там, или как, грай подняла, там, а еще сказали, это закрытый суд, это, значит, что-то связано с малолетками, вроде, ну, нехорошие действия были-то, но она тут вовсе, так, судья, там, я не знаю, что они, вроде убрали этого, который охранник стоял, да он просто так сказал, что-то так-то, ну, помощь была снаружи. Конкретно Надежда Васильевна говорила. Поэтому, я спрашивал, говорю, ну, как вот вы со стороны-то смотрели, я, ой, как вы мужественно вели себя, как отвечали, похоже, что вы вообще ничего не боитесь, страха никакого нету, вы вставали, говорили, там, суд, вы обличаете Ленина, советскую власть, там, стихотворения у меня такие, там, о памятнике Ленина, там, один куплет такой, стоит, свой рот, по мету птиц, подставив голый череп, вождь атеистов, сонмище Иуд, это мне все в обвинение поставили, а я говорю, ну, сказали, как я, в этом ужасе навелся, я говорю, ничего этого не было, это внешнее только было, внутри меня все сжималось, я сильно-сильно рвался на свободу, что у меня такое дело, столько у меня тонн студии, у меня заказы идут со всей страны, я все делал бесплатно, пленки, пленки, а полный комплект, это 375 метров одна катушка, звучание 8 часов 20 минут, мне одновременно надо было сразу, ну, я не знаю сейчас сколько, две с половиной тысячи катушек, это огромная стоимость была, а я работал печником, сторожем, а печник это в свободное время, ну, я строительный техникум кончался-то, профессиональный строитель-то, у меня очень хорошо получалось, я практически 100%, 99%, 90% всегда вкладывал в свое, ну, 9-10, и поэтому, ну, я свободен был от всего, у меня ничего нету, пугать было нечем, но внутри, я людям открываю, у вас, обо мне неправильное было мнение, я не смелый, ну, конечно, я не, златоуст, говорит, если боялся, это вина никакой нету, главное, что ты выстоял, вот как, я поэтому сознаюсь и говорю, я очень хотел получить свободу, ну, и чтобы вернули, вернули мне магнитофон, а их они расхитили уже, «Маяк-205», самый современный, мне кажется, 15 было, вот он в студии, все это позади, позади как бы, ну, а когда все смотришь, ну, допустим, на меня нападают, там, клевещут, «Да какая беда-то?» «Да никакой, да слава тебе, Господи!» Это Бог говорит, что злословили меня, гнали меня, буду гнать и вас, а не там, вот там, такое там, но только делов-то, поэтому Бог покажет, как, к чему мы оказались годные, я, правда, вел себя даже где-то неразумно, ну, просто как-то получалось, вот наши на улице, дрались на ножах, а я прям в пущу влетел, и растащил их всех по краям, потом, как уж они благодарили, и в лес пошли, что-то там была какая-то конфликтная ситуация, тоже их разрулил, да к те и другие ко мне до того относились, они там подарки всякие несли, там, воск, колокол принесли, вот, ну, это явно, что я делал неразумно, они с ножами, сколько человек, пять дерутся там, а я в это время выскочил из дома, добежал до них и давай растаскивать, я мог погибнуть, они не трезвые, но неправильно поступал, прости, Господи, а люди думают, ой, какой, сорви голова, никого не боится, а в действительности это не так, то есть, я боялся, а страх-то сильный бывает, об этом говорит Иоанн Златоуст, когда ведут на казнь, потом бывает помилование, его спрашивают, он говорит, я ничего не помнил, у меня перед глазами как пелена была, вот посмотрите, устра стрелецкой, утра стрелецкой казни, в всей вероятности, это Сурикова картина, а может быть, не Сурикова, Репина, Илья Ефимович, как стоит Пётр I на коне, и как их подвозят, ну, молодые все там, лет 30 примерно, и уже они в оковах, и тут же казнят, голову отрубают, и родственники идут, плащут, плащут, уже просить бесполезно, а он, человек гибнет, самый мужественный может дрогнуть, если ему предложат какое-то альтернативное решение, ты вот скажешь, то и будет, то сделают так вот, Глеба Якунина, священника, когда арестовали, а кто доклад Фурова, тайный доклад по вере, верующих как вербовать, кто завербован, а он опубликовал, его до этого снимали, он 20 лет с метлой был, священник, ведь ему предлагали, если ты скажешь, кто тебе дал, то есть это где-то кто-то в правительстве был, и вынесли, или записали там, вот этот доклад Фурова, а мне ничего не было предложено, еще было дано, я и свидетельствовал, шел, тут у меня все было на месте, каждый день проповедь, два часа, каждый день разбиты пять заходов, на молитву было, и каждый раз, а то у меня по часу по полтора, вот, псалтырь полностью, 150 псалмов, у меня просчитывался, каждые два дня, и попутно, в течение недели, весь Новый Завет, от корки до корки, а дальше, с восьми до десяти, два часа проповедь была, это нигде, ни у кого, никто не слышал даже такое, это благодать Божия, благодать, я к этому был, как будто уже готов, я когда говорил, даже баптистам, перед тем, как меня арестовать, я всегда молился, иду в церковь, а у меня с собой сухари, смена белья, сумочки из рук не выпускали, меня два раза арестовывали, на работе, а у меня все с собой, и вот, когда забирают, конечно, неспокойно, и не знаешь, что будет, но меня оберегал Господь, меня арестовывали по санкции МГБ, Московской КГБ, Москва, и там был какой-то знак стоял, знак, допустим, человек если убегает, то прямо наискосок, красная, там, два пальца шириной, как лента, проведена, на дело открываешь, а там красная, это склонный по бегу, у меня этого не было, но какой-то знак стоял, когда привезли в Жамбургскую область, город Жанатас был, то прям, ну, мы еще в карантине находимся, отдельно в лагере, там еще отдельно лагерь, железная там ворота, все, и вот приехал мужчина, ну, может быть, лет 50 с чем-то, казах, а там казахи же были тоже арестованы, и ботаники, ботаники, это наркоманы, и бригадир один и говорит, вот сегодня приезжал, вы видели, я говорю, да, видел, вот ради вас он приехал, строго там наказали начальству, везде, чтобы это наша установка такая, и вот знак, который стоит, чтобы не один к нему, когда бьют, как хотите, но к нему, чтобы даже не прикасались, за этим следит Москва, то есть с должности снимут любого, и ему срок накатают, ну, это как бы и хорошо, но от меня-то не зависело, это мой Господь так делал-то, а в то же время, стерегут, мне никуда лишний шаг не сделать, я проповедую, там в лагере-то, а тут строже стали, и бороду сняли с меня, ну, это мой путь, мой путь, что я могу посоветовать, меня Бог провел, везде были, сразу же начальником, Кудыринов, кажется, был один этот, политоотдел, он казах, ну, до того хороший, у меня письма приходят из ООН, из Японии, там, из других стран, за меня ходатайствуют, с Австралии, я туда избран был на конгресс, там все это отмещается, вон письма эти, там рация, такое-то, Лапкин придите, политоотделу, на всем лагере несется, но я иду, но он не дает письма-то мне, а в отдельную комнату заведет меня, встаю-то, вытащи там ворох писем, сидите и читайте, а дать я не имею права, когда будете освобождаться, тогда получите, видишь, как вот, сообщили, что умерла моя близкая подруга, там я был, когда тетя Тоня, ей было уже 75 лет, но мне-то было меньше, вот считаю, в 80-м я был арестован, 39-40, ну 41 год, тоже хорошая была такая бабушка, вот, и сообщили, кто-то подошел там, я не знаю, кто-то был, и сказали, что она умерла, ну, это стало известно, видимо, через начальство, и этот самый, такой сухощавый, казах, убери на поликудьяров, что-то такое, вот не помню, и он меня сразу вызвал, и говорит, вам что нужно сейчас, я говорю, комнату отдельно, мне так охота помолиться, ну и он меня в своем кабинете оставил, я со слезами долго молился, видишь, как он, Бог это делает, и когда бороду снимать, а я не сопротивляюсь, что-то бесполезно, ну и мне просто это на деле, и стрижет чеченец, а меня Аллах не накажет, что я так, я говорю, ты-то при чем здесь, а я плащу сижу, сняли бороду, пришел этот самый Кудейринов-то, этот, начальник политоотдела, позволил мне с простыни всю бороду собрать, и поэтому, большая была статья, в московской, в центральной газете, кажется, у Лапкина, две бороды, на случай страшного суда, вот как бы так, с Тиронией, я бороду привез, а своя это выросла, а пока не выросла, я старался в храм не ходить, я скверненный, священники ко мне на дам приезжали, я попутно сказать, поэтому, вот так, Бог знает, это я нигде не рыпался, ой, я выступлю, я скажу, нет, я всегда считал, что я боязливый, и укрепил Господи, и за себя ни грамма не надеялся, и там нигде не лез, если нужно было шагать, как это, в Мавзолее, так ногами, так вот поднимают, так и поднимают, заправлять там койку надо, то есть это мелочи, но я нигде старался не подать повода, ищущим повода, но кое-что сразу взял, ложиться спать, раздеться, я сразу предупредил, раздеваться не буду, почему я сразу встану на молитву, и начальство проходило, проверяло, меня ни разу не засекли, я прям стою, они уходят у кровати, но головой мы к стенке, там как колонна стоит, я около нее, ну сумрак такой был, и ни разу меня не засекли, а я отбой, все ложатся и знали, а я молюсь, другие скажут, батя, за нас помолись, избивают, прямо в усмерть бьют-то, а меня не трогают, идите в красный уголок, посидите, видишь, как вот Бог делает, ну многие молились, ну, что я могу сказать, вот такой мой ответ. спасибо, Игнатий Тихонович, слава Христу, Игнатий Тихонович, ой, давай, Рафель, бороду-то привезли, что с ней сделали? Ничего, она у меня в платочке лежит, тут главный, над журналистами, главный, как секретарь называется, Тепляков, иногда он Кочевников подписывал, Сергея Александровича, и он эту статью написал, у Лапкина две бороды, для страшного суда, кажется, или на случай страшного суда, такая, расположена, он много-много лет, лет 20 к нам уже ездит, вот, сейчас вот, я сегодня выставил, на наших ресурсах, посмотрите, фотосессии, или как называется, видели, нет, на ютубе, прошлую субботу, художник тут, Волобоев Александр Павлович, он 28 лет к нам ездил, 28 лет снимает в Потеряевке, и там почти, 90, или сколько, фотографий, вот сейчас батюшка заказал, 40 экземпляров, по 360 рублей, сюда, вот такое дело, и эту выставку мы засняли, на нас, зайдите, и там фотографию видите, и как я говорю перед людьми, и как говорит там, который начальник, и все это, можете увидеть и фотограф, он такой здоровый, очень расположенные в фото, такие, он талантливый, на международных даже, где-то выставках премии брал, Волобоев, вот в субботу, как раз он говорит, буклетики выпустили, он выпустил, но денег не хватило на это, сейчас он повторно, может, заказ сделает, фотографии, но это все видно, там, на нашем ютубе, прямо в самом начале, мир вам, это Роман Фроликов, что-то все молчат, вот, хотел сказать, вот, для меня, ну, как интересно, было узнать, что, вот, вы сейчас рассказывали, что боялись вы, и вот, Майка Тайсона, такого боксера, знаменитого, здорового человека, спросили, тоже, а вы, вы, никого не боитесь, ну, вот, когда на ринг выходите, вы такой сильный, здоровый, вам равных нету, он говорит, что вы, я, говорит, я до смерти их боюсь, этих своих соперников, именно поэтому, я и стараюсь, как можно быстрее, ну, как вырубить, как говорится, уложить, чтобы они были не опасные для меня, но мы, так как христиане, мы, как вы правильно сказали, Игнат Тихонович, мы не должны подавать повода, ищущих этого повода, то есть, да, спасибо Христу. Вопрос задали Покрышкину, кажется, Иван, звать его, трижний герой Советского Союза, ну, вы такой, там, бросались, там, шесть самолетов, а вы один, там, врезались, он говорит, только дурак не боится, кто не боится, он погибнет сразу, именно, внутри тебя, это одно ты осознаешь, не просто так, так что, даже такие важные люди, столько пережили, и они этого не скрывали, но бывают такие, как Данко, который вывел людей из леса, старуха из Ергиль, называется его, Алексея, это, Максимовича Горького, он вывел народ, вывел на свое сердце, и факелом шел, сердце горело, это в виде сказки, но смысл понятен, Игнатий Горькович, а чувство опасности и страха, это разные вещи, а характеризуйте вот то и другое, ведь и так вот разделять, как-то, раз я чувствую, что опасность где-то рядом, то и есть, мы, когда я материалы издавал, много же начитывать, вот, к слову сказать, эти меня сейчас задели, сейчас материалы о мощах буду еще давать, по одному ролику каждый день добавлять-то, что есть от таких СД, я их называю СД, на эти буквы, гонители на меня есть, вот, буду выставлять, и вот мы всегда где-то в 24 часа выходили на улицу, когда записи шли, а у меня вентилятор стоял, там гнал ферромагнитные эти пары, там на улице так стояло, никто не догадался, что это за запах, мы выходим за 24 часа, половички трясли, а комната 12,8 квадратных метра, комната с кухней, с туалетом, с мастерской, все это вот 12,8 квадратных метра, ну, я-то однажды мы вышли, днем я видел, машина стояла, ну, я говорю, наверное, сняли с нас осаду-то, только мы вышли хлопать-то, а там возле железной дороги, и большие, и высокие там стоят прожекторы, освещают дорогу-то, и свет везде рассеивается, я гляжу, там где деревья, и вдруг мелькнуло, то есть, открыли дверку, и стекло отобразило, а так не видно было-то, ну, что сказать, ну, а не видно там, это, бросились сразу туда, где, через дорогу, там сарай наш, перехватить нас где-то, ну, а мы дорогу перешагнули, тут кусты прям рядом, ну, около дома, мы сели, вот напала на меня дрожь, прямо, как лихорадка трясет, и мы сидим, а потом этот-то бежал вокруг, они с ним замкнулись, нигде нет, они-то обратно идут, голову склонили, в кусты смотрят, и нас увидели, а темновато было-то, ну, не увидели, и не подали виду, пошли, ну, мы тогда встали, пошли, пошли, у меня все прошло, а у меня прямо колотун бьет, чего не знаю, никак, такой смертельной угрозы никакой не было, ну, следили, я знал, что арестуют, раз смотрят-то, я мученики 20 века только что издал, архипелаг гулаг насчитал, у меня было за что брать-то, и в церкви, какие были неурядицы, вот в этой, пришли сергианцы, и как верующих арестовывали, а патриархи Тихони, там все было, я ожидал ареста, ходил с сумочкой, а вот здесь вот такое дело было, как вот у старика руки трясутся, прям все на мне затряслось, я так после размышлял, что ничего нет, организм реагирует на это так, а бывает наоборот, напружинится человек, и крепко держит в руках винтовку, ну вот, лучше сиди дома, проси, чтобы не попасться, другой начинает, да я бы, я говорю, со стенки соскабливать будут, размажут, нам никогда их не переплюнуть, они учатся на это, там отбор-то какой идет, вот так, так что, будь потише маленько, а то бы я бы был, да я бы там, и так все будет, Господь отнимет, и тени свои будешь бояться. Игнат Тихонович, а вас, ваш папа Тихон рассказывал, вот про Вторую мировую, и вот какие-нибудь такие яркие моменты, запоминающиеся остались у вас в памяти? Интересно, у меня племянник Марк, моей родной сестры, сын, он где-то в институте исследовательской, на какой-то должности, там, я не знаю, какие-то изобретения, государственные важности и прочее, и он копается все время в компьютере, и нашел, а в моем отце, нашел, прямо там есть, Тихон Дмитриевич Лапкин, ранение получил, руку оторвало ему, левую руку, ну и дальше, время пришло, какой его наградили, наградой государства, что он, где, и он все это, сфотографировал этот лист наградной, это было под Смоленском, тут отступали они, силы никакой не было, 41-й год, их как двинули в самое пекло, это мой отец так, ну и, больше, что рассказывать-то, его взяли, его взяли сколько, он на войне, на этом был-то, я не знаю, может, месяц, или сколько, ну, в июне, 22-го июня, напал Гитлера, там, я могу даже посмотреть, когда он был ранен, ну, может быть, два месяца, три, но не больше, так дело уже к осени было, что он будет рассказывать, он рассказывает, где-то, говорит, завели нас, там, кладбище деревенское, думает, что там меньше будут бомбить, а им-то сверху, видать, он, говорит, как бомбил, говорит, мертвецы из гробов летели, из-под земли, полностью, что у них там было, я не знаю, батальон или сколько, остался, говорит, только я и командир наш, раненые оба, все вдребезги разнесено, Гитлер-то пер, как, у него сила была, это уж потом, после Курской дуги, они стали откатываться, вот отец больше-то ничего сказать и не мог, ну, был тот-то там на должности, он не артиллерист был, а вот материны, три брата, моей мамы Марии Егоровны, три брата, Макаре, Филарет и Эммануил, почему-то, до меня слухи дошли, что они были все артиллеристами, обрешение прошли, там и все погибли, все, моя бабушка была огорчена, когда пришла повестка, говорит, пропал без вести, что умер, то вот убили того, она спокойно перенесла, поплакалась, но этот пропал, а они в конзаводе были, пропала лошадь, вот поют, пропала собака, ласточки летали, вчера зарею, все, грачи летали, да как сеть мелькали, ласточки пропали, а я так и думал, пропали, сдохли, и когда считал стихотворение, я видел ласточки, кверх ногами лежат мертвые, пропали, то есть потерялись, ей потом объясняют, она нет, говорит, написано пропали, пропали, почему на моего сына так сказали, то он же вроде умер за родину, ну почему не сказали, что умер, то пропал, что он скотина разве, ну кто эти отписки-то делал, они ничего уже не знали, и так получилось, а от них ничего не узнаешь, их не было, я, когда их на фронт взяли, с 1939 года, 1939, 1940, ну два года мне уже было, около двух лет, наверное, 10 июня рожденный, ну я на печке там был, рассказывает, я этого не помню-то, и там где-то у них лежало куски нарезанное, мыло хозяйственное, а бабка там, их мать, нам-то она бабушка уже, она на стол собирала и открыла щегун, а я там на печке-то возился и столкнул эти мыло-то куски-то прямо в щегун, оно горящее было, там растворилось, там пена пошла, ну что они, остались без еды, смеялись надо мной, а что с дядь-то два года, вот я ему устроил там баню, стиралку. Игнать Тихонович, вопрос. Давай. Я как-то на сайте видел вашу фотографию, вы там со священником известным таким, он уже покойный, его звали Дмитрий Дудко. Да. Я так его немножко биографию почитал, он такой вроде был деятельный человек, и тоже о нем читал, что вроде он потом даже и каялся, что он там как бы вроде, что он как бы это серьянство обличал, вроде как бы, вот, такие отзывы читал. Но вы это были, потому что и фотография ваша имеется с ним, еще тех лет, черно-белые фотографии, что вы можете сказать об этом человеке? Ну, что я могу сказать? Я одно время у него был как духовный сын, ну, просто приезжал, когда причаститель, а больше его влияния на меня никакого не было. Вот есть такой Яков Кротов, сейчас библиотека Якова Кротова, вот зарядите, кто желает, ну, через гугл, Яков, Яков Кротов, Крот, зверек такой-то, и рядом напишите Игнатий Лапкин, и она вам выдаст этот материал, на таким, листы у него написаны, как бы, светастые такие, и он там пишет все, как я говорил, и он это все снял и у себя поставил, как мы у отца Дмитрия дома были, он открытым домом жил, матушка Ни, матушка у него, значит, Нина, дочка Наташа и сын Миша, он до этого только отсидел 7 лет, кажется, там на него покушение было, машина, он ехал прищищать, у него с собой был сосудист на груди, и оно там раздавленное грудью был, грудь там лопнула, машина, аварию создали, вот, и он был самый популярный, самый известный, не Александр Мень, не Глеб Якунин, а отец Дмитрий Дудко самый главный в стране был в этом вопросе, на эту дорогу я ехал, и кто-то, маленькая такая книжка, ну, маленькая, малого формата, вот как модем у меня лежит, и называется «О нашем уповании», его издавали где-то там, и МКО-пресс во Франции, видимо, и потом сюда забрасывались, я считаю, кто-то дал, кто-то ехал, дорогой дал, я сейчас не могу сказать, но я считал когда и не мог вытерпеть, вышел в коридор, не в коридор, а в тамбур, и там плакал, стоял, «Господи, покажи мне этого человека-то, ну, я считаю, как будто давно его знаю, я вижу, какие беспорядки, все знаю, но мне надо человека найти такого-то». И только в Москве слез встал где, в Гремнево, а там роща такая большая у них была, старинные липы, я пришел туда, зима была, и он меня принял, мы долго гуляли в это время, он рассказывал, я кое-что делал-то так, по наитию, он говорит, надо как-то мои лиски-то вместе, а он их писал, что-нибудь, какие-нибудь изречения, там, и на дверь приклеивал, там, на кнопки или как-то, а я сам не знаю, почему, вот, что-то, я говорю, нет, надо издавать книгой, не меньше 500 страниц, он, да, ну, ну, что вы 500-то, тут 5 страниц-то не напишешь, что сделать-то, а вот у меня было, как уже признавание, то, что у меня будут по 752 страницы, а вот 4 тома стихов у меня по 800, по 800, в два раза почти больше-то, и когда мы беседовали, мы, и он понял, и я, мы разные-разные, и дальше говорится, как на первой беседе были люди, как я говорил, это я уже пишу об этом, и я все, что можно было у него записал, и тут начал размножать пленки, его проповеди, беседы, ну, вот так, и как его арестовали, а у него нашли мой адрес, и меня сразу прихлопнули, и вот когда он был там, ему составили такое, и он это опубликовал, ему несколько вариантов предлагали, ну, принести покаяние, что он не будет трогать советскую власть, а его вернут к свободе, и он будет священником, ну, и это все понятно, но потом уже в мирной обстановке, спустя, может быть, я не знаю сколько, но лет 10 прошло, и он стал духовником коммунистической газеты «Голос труда», кажется, так называлось, или «Завтра», видимо, «Завтра». Ну, вот тут я, конечно, никак согласиться не мог. С коммунистами он стал, я, говорит, жду, когда можно будет помолиться, святые Иосифи, моли Бога о нас, о Сталине, чтобы канонизировали-то. Ну, его просто посчитали, что он зашел давно за эту грань. Когда я уезжал в Америку, то был у него и Глеба Якунина, и ему сказал, что с отцом Дмитрием, он говорит, он тяжело больной, у него в голове каша. Вот это слова отца Глеба Якунина. Дмитрий, вот, что там говорить у него люди, а когда он выступил как бы с отречением, и то, что делал, от него многие-многие отошли, а у него была вся эта элита, целая группа большая евреев. С евреями они там не совсем мирно было, но он очень ласковый, такой внимательный. И я его много записал, и проповеди, и где он выступал, где что говорил среди своих, я это все принял. Вот сейчас кто-нибудь можно открыть? Ну-ка, Володя, подойди-ка ко мне, нам сегодня Березовку привезли. Я сейчас быстренько открою, потому что вы не то можете начнете считать. Володя, возьми аппарат, я сейчас, прямо, ну, туда направо, возьми в руки там, не урони. Да, сюда можешь показать, где что есть. Посмотри, я сейчас завожу. Так, что мне нужно здесь сделать? Открыть Google. Google открывает, Яков, Кротов. Игнатий Тихонович, скиньте это в группу, если можно потом эту ссылку. Яков Кротов, Лапкин. Вот сейчас я уже, все уже зарядил. Православный священник Яков Кротов о патриотизме. Яков Кротов о гонении, пчелинцев. Игнатий Лапкин, библиотека Якова Кротова. Вот я нашел. Вот Игнатий Лапкин, открывается у него. Я сейчас могу вам скинуть здесь, но сейчас не скинуть, потому что тут, ну, Яков Кротов, Игнатий Лапкин, потому что сейчас у нас тут открытое это, я ни под одной не могу, она не дает. Володя, как я могу сделать, нет? Никак, наверное, да? Вот. Где? Вот сюда? Вот, вот, сообщение. Вот это? Да. Сообщение. А на кого я могу выйти? Ну, просто, просто сбросить. Ага. Ну, вот тогда, смотрите, я поставил. Посмотрите, видно, нет в наших занятиях. Ну? Видно, открылось, видно. Открылось? Ну, вот и все. Я своим голосом прочитаю, мне самому интересно. Вот, Яков Кротов. Так, подожди-ка. его беседа с Александром Менем. Мое тоже тут было, я беседовал. Родился, когда я полюбил Христа и Библию. занимаю. Ну, понимаешь, нет, это мелко. Я сейчас, это, ну, быстро-быстро сейчас только продерну кверху-то. Вот так. Ну, и сейчас я сразу открываю ворд и в ворде ставлю ее, вот эту, весь материал. Видишь, что-то, сколько надо мне. Я подхожу вплотную и ставил. А вставил, теперь сразу раз, выделил и увеличиваю размер до 20 шрифт. И мне считать удобно будет. Вот, все. Вот теперь я могу просчитать. Они же от меня это взяли-то. Они не как-то. Вот, какие у меня отношения были. Так. В Христа по Евангелию пошел в храм Московской Патриархии в городе Венспилсе. И что же я увидел-то? Курящего, пьяного священника. Спросил Евангелие на русском языке. Мне ответили, что батюшка его пропил. Библию я уже прочитал за 3,5 месяца и многое запомнил. Законспектировал, проповедовал с кафедры у баптистов и на корабле Черноморец, где я работал матросом первого класса и учился на штурмана. В отпуск слетел скорее за тем, чтобы засвидетельствовать о радости, что Христос умер за меня. Вот теперь дальше как я прихожу, как избавиться от симонии. Вопросы у меня такие были. О беде патриарху Пимену писал, тут Новосибирскому Алтайскому Геону. Вот отец Спас пришел. Тут все это говорится обо мне. Теперь, как именно у него я был. Тут много что есть. Как будто так. Известно, на Алтае православный проповедник Игнатий Лапкин выиграл суд по иску к редакции газеты Московского Комсомолеса на Алтае. Статья, как я его выиграл. Так. Ну и дальше я объясняю. Сейчас, если это мне не очень-то... Ну так, в конечном счете. Так. Ну и проще такое-то. Вот. Покаяние. А Дмитрий Дудко. Когда мне дали почитать его книжечку о нашем уповании, это было на пути, и дальше как было. Мы сразу же закрыли с отцом Дмитрием под замок. А потом в сумерках вышли и в зимнем парке вдвоем долго-долго гуляли, обсуждая все. Это я пишу, а он у меня снял и даже не предупредил. А на что предупреждать-то? Лично мне он ничего дать не мог, кроме того, что у меня уже было. Отец Дмитрий сразу же поставил вопрос по изданию его проповедей. Моя магнитофонизация в это время уже начинала раскручиваться. 1978 год, октябрь. Он вводил меня сразу же в самое ближайшее свое окружение. Популярность его в это время была огромная. Проповедей его были смелые, обличительные, обличающие власть. У него выходили печатные лески, которыми были обклеены его двери. Этим занимался Володя Седов, ныне священник-то. Не знаю почему, но я дал совершенно необдуманный совет. Кроме лесков, которые нужно размножать тысячами, я не в одном, а не в одном двух экземплярах, как у него было, сразу же начать выпуск книг объемом не менее 500 страниц, где нужно давать ответы на все непонятные вопросы. Он сразу же запротесал, нет, 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 это невозможно. У меня была какая-то эйфория, что я нашел радостную душу. Меня поразила его открытость, жизнь с открытыми дверями. Я выразил несогласие с этим, что многие чужие, разрезанные юбки, приходили только пообедать. В храме у него был страшный гвалт, бурная торговля. Он боялся старосту женщину, что она снова может его уволить. И об этом нет, как сказал он сам. Близкое окружение отца Дмитрия состояло из евреев. Близкие к нему русские патриоты наседали на него, особенно Константин, ставший священником и разбившийся потом на мотоцикле. Интервью со всеми этими людьми и беседовать с отцом Дмитрием у меня записаны на магнитофонные ленты, я тогда этим занимался. Часть их похитило КГБ, но кое-что осталось извлечено из-под земли. Там же, среди вековых лип, я попросил его стать моим духовным отцом. Он старше меня на 17 лет. Но уже на утро я заметил, да и он тоже, насколько мы разные по виду в этом подали. А разница была очень-очень большая. Отец Дмитрий Дудко был давно и серьезно болен. Не просто мания и величие, не мне об этом судить-то, но болезнь была обыкновенная женская, авторитет священника духовника Оракула. Воздух был буквально пропитан словами. Батюшка сказал, отец Дмитрий сказал, в беседе с его окружением я понял, что они жмутся только к нему, к авторитету получить автограф. И хотя Библия лежит на столе, но она не является руководством. Мы же не баптисты. Отец Дмитрий проглядел меня, проглядел в кавычках-то, когда дал мне за обедом сказать слово первый и единственный раз. Я стал говорить, как сейчас помню, о любви к Богу, всем сердцем и всею душою. Люди окружения отца Дмитрия образованные, умеющие отличить подделку от настоящего. Здесь же за столом присутствовала его жена Нина и дети Миша и Наташа. Какие они все открытые, добрые, чистые и приветливые. Сплошным потоком захлест идут улыбки, радостное воскресание, приветствие и лапзание. О большем братстве и любви нельзя было мечтать. И в эпицентре Всевотец Дмитрия доступный, приятно улыбающийся, буквально притягивающий к себе всех. Он каждого лелеет и гладит, целует и наставляет. Не люблю говорить слово Божие среди жующих, но здесь было все так нежно и культурно, и никакого чванства. Говорил я не более десяти минут. Все замерло. Я знаю, что такое внимательные и благодарные слушатели, что значит владеть аудиторией. Это была жаждущая, в полном смысле иссохшая земля. Я не обманываюсь, говоря это, а основываюсь на том, что говорили слушатели. Я замолчал и повисла как бы предгрозовая тишина. Я сказал еще, говорил о ревности, о исполнении Духом Святым в эти последние минуты. Конечно, я никак не постигал на авторитет отца Дмитрия и не имел даже этого в мыслях. Отец Дмитрий настоящий оратор и, видимо, очень любующийся собой. Об этом немного думал, слушая его записи. Такие люди особенно четко с придыханием выговорят Т с мягким знаком, сильного тяги вниз нижнюю губу и оголяя зубы. Я мог бы даже показать жест сопровождающий это. И он сказал в наступившей тишине, что ты наделал, Игнатий? Каких трудов стоило мне собрать этих людей? Ты их сумел буквально расколоть пополам и показал жестом вдоль стола, как идет ледокол. Я обвел глазами сидящих вилл глаза, вспыхнувшие радостью. Знаю, что после этого произошло с отом Дмитрием о его небывалом поражении и крушении, о его метаворфозе, о превращении его в полагета лжи и коммунистического режима. И, вглядываясь в ту первую встречу, скажу, что живее тогда в Москве, имея тогда намерение борьбы с ним, уже более половины его почитателей и сотропезников мог бы увезти сразу. Мне тут же под столом неприметно от него стали подавать записки про себя встречи. Но у меня уже был куплен билет и я уезжал вечером. Как и всегда в этой единственной проповеди в присутствии отца Дмитрия и при том за обеденным столом я говорил об абсолютном авторитете Библии и о том, чтобы по слову Божию проверяли всех своих учителей и наставников. И, как всегда, я приводил на память много мест священного Писания. Мне Бог открыл и дал испытать воскрешающее влияние Его Слов, Его Божьих. Я видел, как эти слова находили отклик в слушателях и они как бы распрямлялись, благодарно смотрели на меня, как на чудо. Я замолчал, а магитофон продолжал